Мы сегодня будем говорить о боли в спине. Боль в спине – это мультифакториальное, многофакторное состояние, которое мучает тысячи, миллионы людей на нашей планете. Кстати, в конце ролика вы поймете, для чего вот этот стул в нашем сегодняшнем выпуске. И вот появляется ущемление в позвоночнике, нарушение крововращения в шейном отделе позвоночника и прочее, прочее, грыжа шморля, пролапсы, протрузии, как я уже говорил, и вот давай сломя голову лечить эти самые ущемления. Люди бегут к остеопату, хиропрактам и пытаются, отдав кучу денег, вылечить свою, кстати, несуществующую проблему в правлении межпозвоночного диска. На самом деле я не против мануальной медицины, не против остеопатии, кстати, которая является частью мануальной медицины. И сам я практиковал и практикую мануальную терапию в своей работе. Это классное средство в умелых руках. Но давайте разбираться. Итак, я уже сказал. Три причины. Это неспецифическая боль в спине, связанная с проблемами в суставах, в осечных суставах. Это боль, связанная с проблемами в мышцах, миофасциальный болевой синдром. И очень небольшой процент тех самых компрессионных синдромов или болей, связанных с грыжей межпозвоночного диска, когда нерв ущемляется. Что делать? Пациент не готовит. Ой, вот сходил, мне дали обезболивающее в поликлинике, мне выписали рецепт на НПВП, мне выписали лекарство, от которого я сплю. Мириалоксанты действительно вызывают сонливость. Вот это три группы, которые по международным стандартам каждый врач скучно рекомендует своему пациенту с болью в спине. А помогает ему совсем не то. И вот кто-то идет в фитнес, кто-то читает книги про лечебную физкультуру, и вдруг ему действительно становится легче. И вы знаете, это действительно так. В тех самых международных рекомендациях первая позиция – это, вы удивитесь, не таблетки. Первая позиция во всех международных рекомендациях по лечению боли в спине, это сохранение адекватного, оптимального двигательного режима. Переведу на русский язык. Не надо лежать, как полено в кровати. Можно и нужно двигаться. Только двигаться нужно правильно. Таким образом вы избегаете кинезиофобии, боязни движения. Второй очень важный момент. Не нужно сразу на себя надевать, нахлобучивать этот воротник шанса, корсеты. Что происходит? Простейшая штука. Как только вы наденете на себя корсет, мышцы скажут, мне не надо работать. Тело этого человека будет поддерживать корсет. И нам, мышцам, здесь нечего делать. Что происходит? Они будут киснуть, они будут вялыми, слабыми, они теряют тонус. И человек начинает хвататься за этот корсет в прямом и переносном смысле. На самом деле, необходимо укреплять мышцы. Это очень важный момент, на который я обращаю внимание. Потому что действительно, да, лечебная физкультура, правильное выполнение правильных физических упражнений поможет вам укрепить спину, укрепить связочный аппарат. И это поможет и избежать боли, раз, и в то же время снизить интенсивность боли, если у человека уже появился этот феномен. К чему этот стул? Давайте разбираться. Каждый из нас с вами поднимает тяжесть. Но как мы это делаем? Давайте посмотрим. Каждый из нас поднимает тяжесть. Вот стоит стул. Вы подбегаете к нему, вам его надо поднять. Что вы делаете? Как обычно. Нагнулись и потащили его вверх. Знаете, что в этот момент, если вы поднимаете стул, вот в этой позе подъемного крана, вес этого стула для вашего позвоночника увеличился в восемь раз. Что же делать? Как быть? Сделайте простое, но эффективное движение, которое спасет вашу спину от болей в будущем. Раз, вы делаете шаг вперед, и любую тяжесть вы поднимаете с прямой спиной. Все очень просто. Тот же самый стул. Вам надо его поднять. Но вы поднимаете его уже иначе. Без риска получить травму позвоночника. Оп! И подняли. Спина прямая. Так, кстати, делают штангисты, когда поднимают тяжелые большие веса. Бывают ситуации, когда нам надо поднимать не просто пустой стул, а с некой тяжестью на этом стуле. Ну, например, мешок. Или женщину, которая сидит на этом стуле. Можно подбежать и лихо попытаться сделать то же самое. Но получится ли это? Боюсь, что нет. Если вы попытаетесь что-то поднять в таком положении, вы сорвете себе спину. Простое движение. Мы помним о нем. Мы делаем шаг вперед, мы пододвигаемся, образно говоря, к предмету, который нам необходимо поднять. Раз, спина прямая. Два, мы подготовились. Дальше мы опускаемся на ногах с прямой спиной и делаем простое движение. Раз, и поднимаем. Вроде бы все понятно. Надо заниматься физическими упражнениями для того, чтобы окрепить мышцы спины. И вот классическая фраза в кабинете врача. Вы, пожалуйста, занимайтесь гимнастикой, ходите на плавание, занимайтесь йогой, пилатцем, и все будет классно. Но что происходит в реалиях? Человек идет в бассейн и вдруг заявляет своему лечащему врачу, что после нескольких визитов туда ему стало хуже. Почему? Внимание. Да потому, что делается тоже все неправильно. Человек приходит в бассейн, плюхается в воду и поплыл. Но как он это делает? Вот так. Оп-оп-оп-оп. Происходит следующее. В этот момент, когда человек неправильно плывет брасом, происходит переразгибание в шейном отделе позвоночника. Это вызывает чрезмерную нагрузку на этот отдел позвоночника. И на окружающий связочный и мышечный аппарат все готово. Это еще более обострит проблемы в шейном отделе. Если уж вы хотите плавать в бассейне, возьмите инструктора. Тело ваше должно быть прямым. Не нужны сложные виды техники, как бутерфляй, как брас. Это не самый легкий и простой технический вид плавания. Кроль, плавание на спине. Лучше занимайтесь с инструктором, который научит вас правильно плавать. Теперь о йоге. Еще одна притча в языцах. Пошел на занятия. Ой, сделай раз, два. Все, заболела опять спина. Стало еще только хуже. Опять с раздражением машут в адрес невролога, который порекомендовал эти упражнения. Так вы подумайте, как вы выполняете асаны, как вы входите в эти упражнения. Нужно разогреть связочный аппарат. Не надо, очертя голову, стремиться выполнять сложные позы и положения. Очень важная рекомендация. Ни одно положение, ни одна асана, ни одна поза в йоге не должны вызывать дискомфорта и болей. Вы должны испытывать легкое напряжение в мускулатуре, в связках, но не боль. Иначе это приведет к плачевным результатам. То же самое касается и пилатеса. Кто-то мне говорит, для укрепления мышц спины я начал заниматься в спортивном зале и начал поднимать штангу, но на второй день мне так стало плохо. Так, конечно, станет плохо. Еще один совет. Не стоит в спортивном зале для укрепления мышц спины использовать так называемые свободные веса. Это гантели, гири и штангу. В этих упражнениях вы легко можете повредить мышцы и получить ту самую спортивную травму. А что же делать? Надо заниматься собственным весом и опять-таки под присмотром опытного инструктора. Что такое занятие собственным весом? Многим известно. Это подтягивания, это отжимания от пола на руках или, может быть, на брусьях. Ну, отжимания на брусьях или подтягивания – это сложный вид. Порой достаточно выполнять аккуратно планку, но, опять же, не делайте это упражнение с какими-то отягощениями или не стремитесь выполнять это в течение трех-пяти минут. Это лишнее. Все надо делать постепенно. Столь популярный бег. Не рекомендую бегать людям с излишним весом. Не рекомендую вообще использовать так называемую ударную нагрузку, если вы уже испытываете проблемы с суставами и позвоночником. Что же сделать в этом случае? Использовать либо эллипс, либо быструю ходьбу. Это убережет вас от соответствующих травм. Итог. Физические нагрузки необходимы. Физические нагрузки важны и очень важны для того, чтобы профилактировать боли в спине и укреплять мышечный корсет. Делать все это надо постепенно, спокойно, размеренно. Лучше всего под присмотром опытного инструктора. Действительно, это очень важный момент. И, наконец, научный факт. Если вы двигаетесь, то в вашем организме мышцы начинают продуцировать противовоспалительные цитокины, которые помогают справляться с болью. Это очень важно. И те люди, которые говорят о том, что вот был у врача, пил таблетки, они не помогли, а пришел в спортзал, фитнес, и мне стало легче. Да, действительно, стало легче. Потому что в движении жизнь сила наших мышц и энергия нашего тела. Будьте, пожалуйста, здоровы, подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе последних новостей.